У России рекордные траты на силовиков. За последние 15 лет доля расходов на российскую армию варьировалась от 12 до почти 25% бюджета. Для сравнения, ежегодное финансирование и образование в России – это 4%, здравоохранение – 3,5%. Примерно две трети расходов на оборону и вовсе засекречены. В конце 2017-го Путин утвердил новую редакцию программы перевооружения. За 10 лет на неё планируют потратить почти 22 триллиона рублей. А до 33-го к этой сумме добавят ещё 30 триллионов. Заранее, я думаю, закладываются деньги с расчётом на то, что часть из них будет использована нецеливым образом и даже расхищена. Это даже называется коррупционный налог. Коррупционный налог – это потому что считают, что это явление достаточно неизбежное. Заместитель министра обороны России Руслан Цаликов владеет имуществом на 4,3 миллиарда рублей. И виллой на Рублёвке ценой больше 3 миллиардов рублей подсчитала команда оппозиционера Алексея Навального. А на детей за министра обороны переписаны и все другие активы. Хотя, если посмотреть на официальную декларацию за прошлые годы, так сразу и не скажешь. Зарабатывает в среднем 10 миллионов рублей в год, а супруга почти не имеет собственных доходов. Но Цаликову повезло. У него есть четверо взрослых детей. А это значит, что на них можно записать абсолютно любое имущество, любой бизнес. Цаликов и Иванов, они продолжают работать вместе с Шойгу. Это коррупционная связка. И за ними следует шлейф целого ряда так называемых якорных подрядчиков. Тех, кто привык работать на госзаказе. На Рублево-Успенском и на Новорижском шоссе гигантские особняки площадью по 3-4 тысячи квадратных метров с дорогой отделкой, с каминами, которые они там вырубали и вывозили из замков Франции. А с другой стороны, нищая, бедная армия. Вот тут написано топливо. Вот тут написано топливо, а тут зажигание. А вот тут вы видите крышечку от пластиковой бутылки, которую отрезали. О масштабной коррупции в производстве российских беспилотников «Орлан» заговорили незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. В 2021-м чиновника Андрея Полшкова суд Казани обвинил в сговоре с директором Казанского завода «Электроприбор» Павлом Шацких. По версии следствия, они положили себе в карман полмиллиарда рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа, завысив стоимость комплектующих для «Орлан-10». В декабре 2021-го суд отправил подозреваемых под домашний арест. К нам обратился один из операторов «Орланов». С допуском совершенно секретно он сейчас покинул территорию России. И вот когда он нам рассказывает, что к этим якобы современным БПЛА они приделывают фотоаппараты, которые они покупают в супермаркетах, когда все это собирается на коленке, а львиная часть денежных средств, которые выделялись из бюджета Российской Федерации, освоена очередными коррумпированными полковниками и генералами, вот в этот момент приходит понимание того, что вся вот эта вот история с якобы современной Россией и современной армией – это все тоже элементы пропаганды. Пять лет назад Центробанк России заявил, что работающие с деньгами Минобороны другие банки замешаны в обналичивании и выводе капитала. Центральный российский банк тогда проверил почти три десятка разных кредитных организаций, через которые проходили деньги гособоронзаказа. Итог – в обналичку уходила половина, а то и до семидесяти процентов, сообщил анонимный источник, близкий к Центробанку и Росфинмониторингу. Ни о каких судах или задержаниях после обнародования схем неизвестно. Ни об одном судебном процессе коррупционном, в общем, не было широкой информации в СМИ. Они не комментировались никак ведущими экспертами. Кроме того, ну, я так скажу, за редким исключением, когда надо было найти козла отпущений, когда воровство было слишком явным, эти люди отделывались, ну, либо добровольным увольнением из армии по собственному желанию, вот, либо незначительными условными сроками. Скандал с капустой и бизнес-джеты силовиков на Сейшелах. В 2018 году команда оппозиционера Навального опубликовала расследование о том, как Росгвардия потратила более двух миллиардов рублей на покупку капусты, морковки и картошки у комбината «Дружба народов», что в аннексированном Крыму, по трижды завышенной цене. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов тогда не стал ничего опровергать, а вызвал Навального на дуэль. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. С 2017 по 2019 год Росгвардия отдала комбинату, по данным справочной системы Spark Interfax, 11 миллиардов рублей. Фактически, «Дружба народов» стала монопольным поставщиком ведомства. А позже команде Навального стало известно, что Золотов и глава комбината поставщика вместе регулярно отдыхали на Сейшельских островах. Кстати, именно с борьбы с коррупцией в Минобороне началась карьера Путина в администрации президента России еще в 1997 году. С тех пор сменилось четыре министра обороны, а планы победить коррупцию в армии все также остаются лозунгами, которые теперь озвучивает уже Сергей Шойгу.